Ну и как я и обещал, у нас в гостях интересный гость, наша коллега, режиссер, продюсер, кастинг-директор Мадина Алимихан. Мадина, доброе утро! Доброе утро, Мадина! Ну что, три киношника прям в студии, не многовато? Снимайте сериал! Слушайте, Мадиночка, у вас потрясающая карьера в кино. Вообще, расскажи вот сама, как все началось вообще, это удивительно, прям свои университеты ты прошла на съемочной площадке. Ну, здравствуйте, во-первых. Я в кино попала случайно, не было даже мыслей, и я думала, что это что-то такое недосягаемое. Работала в салоне красоты, и у меня была клиентка Гульжамал Хазахпаева. Ага, да-да-да, замечательная актриса, замечательная актриса. Да, это моя мама в кино, я ее называю. Она привела меня в театр, я училась на гримера там. В театре, да? В театре, в Тюзи. И случайно попала на съемочную площадку, влюбилась с первого взгляда. Наш человек. Да. И сказала, все, я больше не буду работать гримером, я стану вторым режиссером. Так, ну началось, Рашкаде, это не со второго режиссера, а сразу же с кого? Как кино называют? Хлопушка. Хлопушка. Хлопушка вообще, да. Это тот, который хлопает, да, хлопушкой наш. Это самый необходимый человек, кстати. Гульнара, вы на кинокартине «Лотерея», когда я работала хлопушкой, у Дамира Га, вы брали у меня интервью, у вас была программа, называется «Территория кино». Да, «Территория кино». Это была моя первая картина, ну вот, в общем, с тобой и началась. Да, и нам было так интересно, мы у всех брать, не только у актеров, режиссеров, мы решили взять и у хлопушки. Тогда это же первый опыт у тебя был, по-моему, да? По хлопушке, да. И вообще, в истории казахского кино вы первая хлопушка, у которой брали интервью. Да, кстати, так. У хлопушки не берут, чем у хлопушки. Это значимое что-то. Это что-то было значимое. Да, это был знак. Вот, Дамир Монабай сказал мне, что я очень хорошо вижу второй план, тебе нужно идти вторым режиссером работать. В общем, и я закончила курсы вторых режиссеров при киностудии «Казахфильм». У нас такая была школа, да? Тогда запускали только три курса. Ух ты, я не знала. Я закончила эти курсы. Потом стала работать кастинг-директором, работала директором картины, вторым режиссером и стала режиссером-постановщиком. То есть вы по этой вещи шли, 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 шли. Это потрясающе, стать режиссером-постановщиком. Молодец какая. И что ты снимаешь сейчас? Сколько у тебя уже в списке по-служнам картины? Я сняла шесть сериалов. Ого! Так. За какой период? За четыре года. В качестве режиссера или режиссера? Да, режиссера-постановщика. Режиссера-постановщика. Так. Спродюсировала один фильм. Сериал тоже. Угу. Вот. И сейчас готовлюсь вот к большому сериалу. Пятнадцатисерийный телесериал для телеканала Хабар. Понятно. Ну, мы здесь сидим, мы ничего не будем говорить с Гулей. Да. Мы такие сидим, так, ну, да, да, да. Я вас. Я вас услышала. Вы как кастинг-директор еще к тому же, вы должны понять. Слушай, а вот ты кастинг-директором же тоже работал, да? Да, конечно. Вот что для тебя главное вот в этой работе в кастинг-директорстве? В кастинг-директорстве? Вы знаете, что актеры все обожают кастинг-директоров. Это для них особенные люди. Если даже не обожают, они делают вид, что происходит. Делают вид. Потому что от них зависит судьба вообще полностью. Это нормально. Да. Вы знаете, я думаю, что актер все-таки должен быть подготовленным. Актерская работа, вы знаете же об этом, ну, что мне вам рассказать. Вы же актеры. Человек, который постоянно работает над собой. И когда он не меняет свой образ, не меняет свой амплуа, это неинтересно. То есть иногда я думаю, что актер должен прийти на кастинг, приготовить три образа. Не, ну погоди, но если кастинг-директор звонит и предлагает вот эту роль. А он должен, что? Вот, кстати, это грешат кастинг-директора именно этим. Вот в одном амплуа записали актера, да? И начинает использовать только в таких проектах, где вот подходят для него. Мне с некоторых пор повезло, потому что я стал сниматься и в комедиях, и в троих видео, и в граммах. Да, тебе повезло, конечно. Да, повезло. Да, многие актеры от этого, как сказать, они мучаются. И вот, наверное, вот твоя задача как раз увидеть в этом актере, да? Возможность, что он сможет противоположный совершенно образ создать, да? Ну, я по привычке, сейчас работая режиссером-постановщиком, по привычке сама делаю кастинг. Я каждого актера отсматриваю сама. Вот это классно. И предлагаю актерам заранее, говорю, приготовьте, пожалуйста, в трех вариантах. Молодец, а то придешь на кастинг, нету режиссера, ни поговорить, ни в глаза посмотреть, на камеру записали там ассистенты. Да, как ты все объяснишь, да? Это ужасно, нужно разговаривать, что ты правильно делаешь. А если пришел молодой актер, который не знает, не знает его возможности, а потом Мадина, мы начинаем уже тему развивать, да? Бывает такое, что он, например, смотрит, как в моей жизни было. Можно на личном примере, да? Тоже говорят, вот, нет, какой Жанн, он же не может, он не может, как криминального авторитета, он такой асфальтовый мачек, алматинец, то есть, да? А тут раз тебе, и мне, а Хан Сатайя взял и предложил, сказал, предложил мне роль Жанна в фильме «Рекетир». И все говорят, о, так он же еще может такой, и пошло, 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 пошло. А Нурлан Коэмбай взял и предложил мне в комедии сняться. Он говорит, а, он еще и в комедиях, и тебе поэтому повезло, что я могу сниматься и в комедиях, и в драме. Конечно, хорошо, когда актеры все жанровые, когда ему повезло, но это зависит от кастинга директора и от режиссера, потому что, возьмите Голливуд, Шарли Стерон, да? Красавица, актриса, да, играет монстра, помнишь, когда там наркоман. Ну вот опять же, видишь, задача кастинг директора, вот именно этого актера, вот так предоставить режиссеру, сказать, а вот я вижу его так, посмотрите. И увидеть в нем. Да. Вот это классно, если ты предлагаешь. Ну, я думаю, что все-таки есть еще небольшая проблема в том, что, кого берут на работу кастинг директора? Если человек не имеет режиссерского образного понимания, он, кого может он предложить? Просто уже устоявшийся амплуа, стереотип, который уже, ну, вот просто на нем уже совсем запечатан. Точно, точно. Недавно я видела фильм, называется «Зире» на премьерном показе, и мне очень понравился актер Бесимбин. Ага, скажем так. Вы знаете, он совершенно в другом образе сыграл. Мурат? Мурат Бесимбин. Ну да, это саркетина наша, Руслан. И он совершенно в другом образе сыграл. Такой большой человек, гора, мужик, который вот прям уже, казалось бы, он такой прям мощный, хороший, он сыграл слабака. Мне очень понравилось, я подошла после премьеры, пожаловала ему руку, потому что режиссер не побоялся сделать из него другой образ. Вот это вот и интересно. Нет, ну он в «Розовом зайце» тоже играл. Сломали стереотип, сломали стереотип, получается. Вот это и надо режиссеру. А режиссеры хотят, у нас многие режиссеры, которые, они хотят наготовенькое, готовенькое. Да, 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 зачем напрягаться. И забывают о том, что режиссер это скульптор, который должен лепить из актера что-то такое. Они такой, этот, вот у них есть такое амплуа, этот плохой, этот хороший, этот негативный. Да, и все, и вот это мы следуем. Ну вы знаете, Жанн, проблема в том, что нас часто зажимают в рамки, временные рамки. Согласен, особенно в сериалах. У нас жесткие гублайны. И в сериалах очень было сложно, например, когда не хватает бюджета элементарно, и ты просто должен снимать то, что нужно снимать целый день, ты должен снять за два часа. Но там уже не до актерской игры. Вот. И когда наши люди, организации, которые дают деньги, которые финансируют, поймут, что искусство, какое бы ни было, сериалы или художество, Так оно самое востребованное сейчас сериал. Это искусство, правильно? Искусство должно продавать очень хорошее. А в погоне за сроками, когда можно снимать 30 дней, 20 дней, заставлять снимать за 15, за 10 дней, какой может идти какой-то разговор о качестве какой-то? Поэтому говорят, ой, как актер плохо, потому что вы не даете возможности играть актеру хорошо. Ну нам же элементарно, репетиции не хватает. Поэтому, мне кажется, нужны профессионалы, которые вот так вот сразу включаются. Согласна, согласна. Мадина, вот у вас еще какая-то школа в Японии, когда вы упоминали о том, что у вас есть школа, тренинги, всевозможные. Что ты тренинги проводишь. Расскажите подробнее об этом. Ну вот смотрите, я, работая вторым режиссером, поняла, что у нас не хватает специалистов. Реально не хватает организаторов. Да, их раз-два и обчелся на стоящих. И всегда не хватало. И это самая большая проблема на всех съемочных площадках, второй режиссер, кстати. Вы знаете, это даже и на рынке такая проблема, на российском рынке тоже такая же проблема. Чтобы зрители понимали, что такое второй режиссер, это не постановщик второй режиссер, а организатор процесса. Это начальник штаба. Проще говоря, это начальник штаба. Планировщик, в общем, самый главный. Я называю его премьер-министром. А, точно, точно, классно, сказала, да, премьер-министр. Который все делает. Так вот, я знаю все этапы производства кино. 13 лет моего опыта сложились в определенном... То есть знания есть такие. И есть элементарные знания, которые должен знать любой человек на киноплощадке, который и начинающий, и студент, и уже бывалый. То есть есть такая база, которую должен знать каждый человек. Ну, то есть если мы в школе, например, все общую базу проходим, а потом выбираем мускую специализацию в университетах. Да, да, да. Так вот, я создала свой авторский курс. Называется он «Азбука кино». Он основан на знаниях второго режиссера. Да. Ох, хорошо. Элементарные знания, когда человек... Это как профориентация. Человек придет на курс, за один месяц он поймет, из чего состоит кухня кино. Он сможет читать режиссерский сценарий. Он сможет читать элементарно, понимать КПП, вызывные. Те, которые люди не знают, допустим, пришел с курсов актерского мастерства на съемочную площадку. Он даже не знает, как подготовиться к тексту, потому что он не умеет читать режиссерский сценарий. Вот. Так вот эти знания базовые, как профориентация, я даю на своем курсе. И тогда человек уже может понимать точно, в какую сторону ему дальше двигаться. То есть он хочет в режиссуру поступать, либо в сценаристику, либо в актерское мастерство. Примерно на четвертом-пятом уроке я уже понимаю, в чем его сильная и слабая сторона. То есть кто-то очень хорошо пишет. Я выпустила порядка 50 студентов за два года. И из них уже процентов 30 работают. Кастинг-директора, есть режиссеры, есть очень хорошие сценаристы. Люди просто вышедшие из народа, которые умеют правильно рассказывать, хорошо рассказывать свои истории, но не умеют оформлять их в режиссерский сценарий. Я обучаю этому. Структуре самой написание сценарий. А у тебя какой-то штат преподавательский есть, да? Нет, я сама. Ты все делаешь сама? Потрясающе. Ты очень такой амбициозный человек сейчас, да? Ну, если Гульнара брала у меня интервью, наверное, это было знакомо. Да, да, я о чем говорил. Это очень круто, круто. Сейчас хотела бы, конечно, как бы это масштабировать. Пытаюсь сейчас открыть киношколу свою. Там будут преподавать преподаватели Геннадий Земель, сценарист, сценарное мастерство. Актерское мастерство, Райхана Этхужанова. Райханка замечательная актриса. Райхана замечательная. Шикарная актриса, да. И методика преподавания там разная. Там есть американская методика, есть, в общем, классическая по Чехову. Ну, пытаюсь открыть такую киношколу. Маденечка, мы сейчас вынуждены прерваться на рекламу, а потом вновь продолжим наши беседы. Хорошо? Сейчас реклама на канале Алла Малатэ, а потом вновь вернемся к нашему гостю. Ну, и мы продолжаем разговор с режиссером, с кастинг-директором, с продюсером Мадина Алимханом. Мадина, скажи, пожалуйста, какая тебе профессия и какой занято тебе все-таки ближе? Режиссура, продюсирование? Ну, про кастинг-директор я не буду говорить. Где тебе более комфортно? К режиссерам или продюсерам? Продюсерам. Продюсерам все-таки это интересно, да? Да. Потому что изначально моя цель была стать продюсером. Я думала, что... Потому что сейчас вообще продюсерское кино, скажем так, да? Режиссер, честно говоря, тоже член команды, а продюсер... Я читал недавно книгу, замечательную книгу Алии Увальжановой и Гульнары Беки, профессия-продюсера. Замечательная книга, ее прочитал, кстати, очень много было. Шикарная книга. Да, да, да. Ну, знаете, продюсер, потому что хотелось бы дать больше свободы режиссеру, понимаете? Так как у нас режиссеры слишком зажаты в рамке. Да. И это не всегда получается. И еще продюсер, если насядет на него, такой диктатор, да, то вообще никакого там... Ну, не все продюсеры такие, конечно. Ну, я поимею в виду тебя нормально. Да. Я думаю, что если я как бы продюсер только начинающий, и режиссер считаю, что только начинающий, думаю, что если я режиссер и буду продюсировать, наверное, у меня немного будет другая стилистика. Я буду понимать. Я думаю, что продюсер, это человек, ну, гениальность в чем его? Собрать, самое главное, команду профессионалов. И если он всем доверяет, и это настоящий профессионал, он может вообще отдыхать, честно говоря. Ну, про отдыхать. Ну, я так условно говорю. Имеется в виду не напрягаться, ничего не делать за режиссера, за сценариста. Ну, потому что он должен набрать, если ты как раз, команду. Вот в этом искусство продюсера, согласна? Согласна. И каждый должен знать, что он хочет, правильно? Мадиночка, Мадин, скажите, а вы любите советское кино? Ну, конечно. Скажи, мы выросли же все на том советском кино. Выросли на советском кино. Почему я спросил? Потому что Гульнара сейчас предложит игру. Да, мы сейчас поиграем на экране, у нас появятся, знаешь, такие известные советские фильмы, все мы их засмотрены, любимые нами. Но они будут, знаешь, силуэт только. Главный герой таким силуэтом. И мне, ну, кадры прямо из фильмов, и ты должна будешь угадать. Что за фильм? Ой, какой фильм? Так, давайте. Мы сами, кстати, тоже не знаем, что там. Мы-то не знаем, да что. О! Ну, это ясно, Элья. Это... Э, да! Это же ур, они кушают. Сейчас вспомню. Там играет Зимьяненко. Гайдая. Гайдая. Экзамены, как это? Операция. Операция, да? И другие переключения Шулика. Так. Правильно, ты сразу знал. Шулик, Шурик. Вот оно, правда. А, ну вот, подтверждение. Так, следующий. Экзамен готовится. Так. О, я это узнал. А ты гуляешь. Это все мы с детства смотрели эту сказку. Хотя этот фильм бы снят. Золушка. Совершенно верно. Хотя он снят в 40-х годах. В 40-х годах. Янина Жеймо. Это же Москва слезам не верит. Да, сейчас проверим это правильно. Неправильно, давайте подтверждение. Миллион. Точно, точно. Баталов сидит с Аленковой. Следующий. Ха! Что ты, что ты? А, Людка? Да, да, да. Что же? Любовь и голуби. Да. Любовь и голуби. А, ну вот, ты такая, да? Ну, понятно. Так, дальше. О! Сапоги. Значит, другие. Служебный роман. Совершенно верно. Значит, другие сапоги нужно было покупать. Чили за роман. Браво. Как говорится, сапоги, это... Я не взяла бы вызывающие, да? Значит, надо брать хорошие сапоги. Да, да. Это не очень, значит, хорошие. Надо брать хорошие сапоги. Ой, Мадин, ну вот хочется же снять такой фильм, наверное, да, чтобы вот прямо вот... Чтобы он на года ослылся, на года, на века. Конечно, хочется. Мой любимый фильм «Служебный роман». Да, да, вот. И мне всегда хотелось... А ему уже больше 40 лет. Да, и я все-таки смотрю его и слушаю песни. Очень люблю музыкальные фильмы. И, наверное, выросла... У нас тогда был проигрыватель с пластинками. И у меня были все пластинки «Три мушкетера», «Горды Марины вперед». Я знала наизусть все песни и до сих пор помню эти песни. Но это любовь. Это любовь. Это любовь. Я тебе желаю снять музыкальный фильм. Классный. Удачи тебе. Спасибо, Мадиночка. Спасибо. Ну, друзья, 10.00. К сожалению, мы должны закончить нашу программу, чтобы продолжить ее завтра. Мы не говорим «до свидания». Мы говорим «пока-пока». Увидимся. Давайте. Все выпуски программы «Танго-студио» вы можете посмотреть здесь. Продолжение следует...